Даже если подыгрывали, то очень красиво. Это все читалось. Но просто Сергей не даст соврать, я хорошая актриса, мы играем вместе с тем, отлично. Я хочу Светлану спросить Филатова, которая физиогномист и давно смотрит за всеми, кто здесь присутствует. То, что семья к нему относится предвзято, это налицо, да. Второй вопрос, Светлана его действительно любит. А сглатывание. Человек сглатывает слюну в те моменты, чаще всего, когда он волнуется. Вы здесь все-таки пытаетесь руководить процессом. Гениально! И вам не просто пытается. Мы тут все под гнетом находимся уже 5 лет. Ну что, вы ему поверили, что ли? Для него очень важно, чтобы вы попали в его ритм и быстренько отдали ему деньги. Светлана Филатова. Психолог-профайлер. Эксперт по выявлению лжи. Ловко у него получается врать. На вранье там можно поймать. Точно. Но вы же специалист по лжи? В общем-то, да. Но он об этом не знает. А этот жест пришел к нам из Древнего Рима, когда таким образом проверяли, нет ли оружия в одежде у собеседника. Сорока действительно опасен. Но на самом деле, да, он скрытый агрессор по всему его поведению. Ну, например, хотим мы ответственного мужчину, правильно? Так. Да, значит, у него на лбу должны быть морщинки. В каком месте? Вот здесь вот. Дело в том, что он очень чувствительный и крайне эмоционально закрытый человек. Для того, чтобы его вывести, нужно очень сильно постараться. Это первое. Второе. Все-таки я вернусь к ее невербальному поведению, потому что сразу же, когда я ее увидела, я сразу поняла, что здесь будет игра актрисы, причем крайне бездарной. Оленька, когда вы из себя жертву изображаете, вы хотя бы челюсть опускаете. Вы не разбираетесь в людях. Я отлично разбираюсь. Вы прочитаете, загуглите, пожалуйста, профайлинг. Есть такая тема в психологии. Мы всего лишь 7% получаем из речи, остальные 93% получаем из невербального поведения. Вы ей не верите? Абсолютно. Почему? Нет, это очень запрещенный прием. При встрече он заставляет человека потерять равновесие и заставляет его запаниковать. То есть в дальнейшем человек, который запаниковал, он уже более подвержен каким-то манипуляциям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.